Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. 22 апреля в городе Бром во Франции состоялась поминальная церемония по случаю Национального Дня памяти жертв депортации и геноцида армян. 24 апреля в Лионе состоялась поминальная церемония с участием Национального совета Западной Армении. Спасти последние крошки уничтожаемой армянской цивилизации хотя бы на бумаге. Рафик Ортошчан, познакомимся со штатами Западной Армении. Непристойный жест министра иностранных дел Турции, адресованный армянам, представляет современную угрозу для Европы. В Брюсселе осквернили монумент Хачкар в память о жертвах геноцида армян. В Международный день джаза в Армении прибудут известные джазмены. По случаю Национального дня памяти жертв геноцида армян под агидой мэра французского города Брон Джереми Брео состоялась поминальная церемония. Приняли участие многие деятели, в том числе Аниса Хедер, член парламента от города Рона, Ливон Давтян, заместитель консула Республики Армения, делегат Городского совета по делам ветеранов Стефан Генен, вице-президент Национальной ассоциации армянских ветеранов и сторонников Лидия Маркосян, Ив Пейсом, президент Сувених Франсис и Лоран де Шам, председатель комитета по связям между ассоциациями ветеранов и борцов. Сопротивление Брона, статья полностью доступна на нашем сайте. 24 апреля 2022 года в 12.00 на площади в Лионе состоялась поминальная церемония жертвам геноцида армян, организованная Национальным советом Западной Армении, Национальной ассоциацией ветеранов армян и Ассоциацией борцов сопротивления при участии депутатов парламента Западной Армении. По этому поводу официальное послание Национального совета Западной Армении было зачтено на французском имени Национального совета Западной Армении были возложены веньки и прозвучал национальный гимн Западной Армении Зартнирлао. Официальная церемония была объявлена закрытой приветственной речью в адрес знаменосцев. Рафик Ортощан коснулся судьбы армянских культурных ценностей в Западной Армении и на оккупированных территориях Азербайджана Марцаха. На самом деле культурный геноцид армян продолжается. Он не прекращается. Того, что мы выделили в 2020 году, сегодня может не быть, говорит Ортощан. Он напоминает, что с уничтожением армянского народа в Османской империи была уничтожена значительная часть его нематериальных ценностей. Сейчас под давлением международного сообщества Азербайджан несколько изменил свою политику. С новым аппетитом осуществляет культурный геноцид, выдавая армянские памятники за афганские. Напомним, что на территориях, признанных на международном уровне Азербайджаном, Гаагский суд признал все армянские памятники наследием армянского народа. Сегодня в государстве Западной Армении Арцах был в восточной части Малого Кавказа, в северно-восточной части Армянского Нагоря. Столицей был Сотк, в штате было 12 провинций. Армянское население Арцаха образовалось в результате слияния первобытных коренных племен протоармян. Последние поселились здесь уже в VII веке до н.э. Согласно историческим источникам, Арцах вошел в состав армянского царства, провозглашенного в 189 году до н.э., как одно из 15 государств последнего. В конце XV века попал под власть туркмена, а с 1555 года под власть Персии. Тем не менее, до новейших времен Арцах сохранил однородное армянское население. Им продолжали править князя дома Хачена, которые с XV века носили титул Мелик. Арцах после многовекового турецко-персидского правления сохранил свой суверенитет и имел международно признанный суверенный статус. Питер Штайнингер, главный редактор немецкой газеты News Deutschland, написал в своей статье «Затаившийся волк. Провокацию против армян», что жесть серых волков в адрес армян-националиста, министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. В ходе государственного визита в Уругвай он считает современной угрозой для всей Европы. Главный дипломат Анкары Млуд Чавушоглу совершил неприличный жест 24 апреля в Монтовидио. Германская империя также имела свою долю в геноциде армян. Комитет армян Белгии с ужасом заявил, что вчера в Брюсселе был осквернен монумент Хачкар в память о жертвах геноцида армян. Памятник был расписан тремя известными красными полумесяцами. Комитет решительно осуждает это осквернение. Этот поступок можно интерпретировать только как выражение враждебности, попытку запугать бельгихских армян, большинство из которых происходят из выживших семей жертв геноцида. В Международный день джаза 30 апреля в Армению приедут всемирно известные джазмены. Об этом заявил основатель президента армянской джазовой ассоциации Камомов Сисян. «Мы постарались привлечь к этому мероприятию как можно больше джазовых музыкантов. Также у нас гости из России, Франции и США. На вопрос, почему мы передаем такое большое значение джазу, когда, например, у нас нет дня армянской национальной музыки, он ответил следующее. У нас очень глубокие корни в джазе. В 1938 году у нас официально появился джаз-бэнд со своими традициями и музыкантами, известными не только в Армении, но и во всем мире. Сегодня в мире очень популярен армянский джаз с элементами армянского фольклора». Далее для вас армянская народная песня. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!